Автомобильные аварии, кражи, драки и похищения. Ежедневно в обзор камер Уфанет попадают десятки случаев. Ради безопасности и восстановления справедливости системой видеонаблюдения оснащают лифты, подъезды, дома, дворы и улицы. Каждую неделю мы показываем и анализируем записи с камер, чтобы вы могли видеть чужие ошибки, учиться и не повторять их. В Оренбурге Лада Приора взяла на таран машину, припаркованную перед домом. На полной скорости лихач влетел в Ниву. От удара ее отбросило настоящий рядом автомобиль. Виновник аварии не стал оставаться на месте ДТП и уехал на разбитой машине. Но сотрудники ГИБДД его все же нашли. В Уфе в обзор камер Уфанет попала настоящая погоня. Сотрудники ГИБДД преследовали водителя, который не захотел останавливаться по их требованию. На перекрестке мужчина за рулем ВАЗа не справился с управлением и вылетел на тротуар. Вместо новых приключений его автомобиль встретил на своем пути бордюр и газон. Водитель покинул салон машины и попытался убежать, но его поймали. Как сообщили в ГИБДД по Уфе, мужчина находился за рулем в нетрезвом состоянии. За год его уже три раза ловили за пьяное вождение. Теперь горе водителю предстоит ответить перед законом за нарушение ПДД и невыполнение требования сотрудника полиции. После затяжной засухи в Янаул пришел долгожданный проливной дождь. Этому очень обрадовались две девочки. Они выбежали во двор и начали весело прыгать. Но непогода разыгралась не на шутку. Стал усиливаться ветер. Девочки вернулись в подъезд. Однако не прошло и минуты, как сильный порыв сорвал с крыши шифер. Кровельный материал упал на тротуар, где играли дети и на машины. Целая плита разбилась об асфальт прямо перед проезжающим мимо автомобилем. Еще один кусок шифера приземлился на две припаркованные легковушки. По всей видимости, никто из людей не пострадал. Автомобили, скорее всего, ждет небольшой ремонт. В Стерлитамаке водитель «Шевроле» не убедился в безопасности маневра и начал выполнять его в условиях ограниченной видимости. Обзор ему закрывала грузовая «Газель». В итоге иномарка столкнулась с микроавтобусом. От удара «Шевроле» развернула и машина врезалась в проезжающий «Хёндай». Как сообщили в ГИБДД по Стерлитамаку, в аварии никто не пострадал. В Уфе водитель «Лады Калины» собрался выезжать с парковки с задним ходом. Препятствие в виде бордюра для него не стало поводом отказываться от намерений, поэтому он упорно пытался совершить задуманное. Мужчине это удалось, однако пострадала припаркованная рядом «Шкода» Фабия, в которую он врезался. После столкновения водитель вышел из машины, оценил повреждения и сел обратно. Через несколько минут к нему подошли двое мужчин и куда-то увели. Как сообщили в ГИБДД по Уфе, к моменту приезда экипажа ДПС мужчины на месте аварии не оказалось. В Оренбурге в обзор камер попал живописец. Речь идет не о художнике, а о человеке, который решил по-быстрому справить нужду прямо в лифте. Мужчина пока ехал в кабине, обильно поливал ее стены. Сделав дело, пассажир посмотрелся в зеркало, поправил волосы и покинул лифт. В Уфе на одном и том же перекрестке за полчаса произошло две аварии. Сначала водитель Lada Priora на смене сигнала светофора выехал на перекресток и столкнулся с Маздой, а потом врезался в пешеходный знак и фонарный столб. Спустя 30 минут на этом же месте нашли друг друга Lada Granta и ВАЗ-14 модели. Как сообщили в ГИБДД по Уфе, в этих авариях никто не пострадал. Если вы стали свидетелями каких-либо событий, запомните время и место и напишите нам. Мы постараемся найти этот момент на видео и показать. Также присылайте свои видео с камер наблюдения. В обзор камер Уфанет попали последствия непогоды в Уфе. На северную часть города обрушился ливень. Сильный дождь шел примерно 10 минут. За это время улицы и тротуары превратились в реки. Далее комментировать мы считаем излишним. Просто посмотрите на это. На этом перекрестке в Йошкар-Але внедорожник собирается развернуться, а микроавтобус повернуть налево. Но водитель маршрутки, по всей видимости, не знал, какой маневр совершает впереди едущая машина, и поэтому ему пришлось остановиться на встречной полосе. Однако микроавтобус оказался на пути черной иномарки, которая его задела. Произошло небольшое ДТП. По всей видимости, никто не пострадал. В Уфе камера Уфанет запечатлела неожиданную встречу самокатчика и автомобилиста на зебре. Молодой человек не стал спешиваться перед пешеходным переходом, а решил пролететь его на своем двухколесном транспорте. Но все закончилось аварией. Водитель дал газу перед зеброй и сбил электросамокатчика. К счастью, все закончилось хорошо и без серьезных травм. Еще одна история с электросамокатом произошла в дюртюлях. Ранним утром парень подъехал к дому, поставил около подъезда свой двухколесный транспорт и начал звонить в домофон. Видимо, ему не ответили. И молодой человек решил подождать на скамейке, где и уснул. Судя по всему, его сон был очень крепким. Он не услышал, как во двор заехала белая иномарка, из которой вышли три девушки. Они увидели электросамокат, взяли его и понесли к соседнему подъезду. Спустя время парня разбудили знакомые. Обнаружив пропажу, он обратился в полицию. Как сообщили в МВД по Башкирии, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В Уфе две девушки переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. Угадайте, что с ними произошло? Нет, их не сбила машина. Сильный ветер свалил дерево на дорогу, где находились пешеходы. Одну из девушек задела верхними ветками. Она упала, но ей удалось быстро подняться на ноги. По всей видимости, никто не пострадал. Пешеходы самостоятельно покинули место происшествия. Судя по записям с камер Уфанет, в Оренбурге водители автомобилей либо не видят, либо просто не хотят уступать дорогу мотоциклистам. На двух перекрестках города произошли два аналогичных ДТП. В первом случае водитель иномарки не убедился в безопасности маневра и столкнулся с байкером. ГИБДД по Оренбургу сообщили, что водитель двухколесного транспорта был госпитализирован. Примерно такая же авария произошла и на другом перекрестке. Водитель ваза, поворачивая налево, также не уступил дорогу мотоциклисту. В результате произошла авария. Байкер врезался в легковушку и перелетел через нее. Упав на асфальт, он тут же встал. Сообщается, что обошлось без травм. Если вы стали свидетелями каких-либо событий, запомните время и место и напишите нам. Мы постараемся найти этот момент на видео и показать. Также присылайте свои видео с камер наблюдения. Это был Видеодозор. Спонсор выпуска – компания Уфанет. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...